Дорогие ребята, добрый день. Мы с вами находимся на площадке Всемирного фестиваля молодежи. На самом деле очень здорово, что вы здесь. Хотелось бы спросить ваше впечатление. День у нас очень хорошего. Очень хорошее впечатление. Народ очень хорошо к нам относился. Атмосфера хорошая, улыбная. Все улыбаются. Дружная атмосфера. У меня также хочу побывать везде. И прямо сейчас. Стараюсь успеть на все, что меня интересует, попасть. Скажите, пожалуйста, опыт участия в программе «Нового поколения» в форуме «Россия-Африка» был ли он полезен за последние полгода? Что для вас произошло такого нового? Чем для вас запомнилась эта поездка? Мы поняли, что мы открыты на Россию и на мир. Мы поняли, что есть мир открытых возможностей. И видеть мир, мы можем работать дальше. Как «Билдинг фьютор внестики». Билдинг фьютор внестики. Такая возможность для нас, чтобы строить будущее вместе. Я смогла познакомиться с ребятами. Первый раз на одной площадке находилось столько ребят. Много разговаривали. Все такие разные. Всех объединяла именно любовь к Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а вот как вы сейчас работаете с «Русским домом» в Тунисе? Насколько вам это полезно? И какие планы у вас на будущее уже есть? Может быть, где-то вам нужно помочь? Где-то вас в этом плане поддержать? «Русским домом» в Тунисе, она, как сказать, насчитается как счастье в нашей жизни. Правда. Потому что благодаря сотрудникам «Русского дома» мы создали такую... Команду, можно сказать. Команду, экосистему маленькую. Которую не маленькую, а маленькая семья. Мы всегда общаемся, мы работаем, каждый день мы общаемся. Мы организовали в этом году первую выставку именно по обучению в России. К нам прилетели представители разных вузов из России в Тунис. Это был у нас такой первый опыт. Но многие пришли, многие захотели узнать, как и что заинтересовались. Сейчас условия программы нового поколения 25-35 лет. Возможность принять участие один раз. Вот это актуальное условие. С 2011 года программа реализуется. Но мы сейчас активно работаем над тем, чтобы вот эту возрастную рамку расширить. Чтобы было от 20 до 40 лет. Чтобы ребята помладше могли приехать, и ребята постарше. И еще такой момент, как возможность повторного участия тоже, возможно, будет у нас работать. Вот скажите, пожалуйста, если бы вы еще раз смогли принять участие, может быть, не один, в программе нового поколения, уже постарше, хотели бы вы это сделать и почему? Мы готовы прямо сейчас. Это нам очень радует. Всегда можем набрать опыт, можем набрать новые идеи, новые знакомства. Это очень хорошо для нас. Даже новый взгляд, да, на нашу жизнь. Кто мы? Мы же тоже как бы Африка, да? И многого мы не знаем, потому что у нас как бы Северная Африка, это отдельно. Вот когда общаюсь с ребятами именно из африканского континента, понимаешь, насколько мы богаты. Богаты. Мы все разные, но насколько нас объединяет вот это вот именно стремление идти вперед, создавать что-то новое, новые проекты. Это очень интересно, да. Скажите, пожалуйста, вот такой серьезный вопрос. Если вы приедете еще раз, в каком мероприятии вы бы хотели принять участие? Вот как вы видели свою роль, если вы приехали еще раз? Потому что для нас это очень важно. Мы бы хотели, чтобы каждый визит любых ребят, да, то есть вот из любой страны для них остался действительно таким вот запоминающимся, полезным, да, и вот чтобы он запомнился на всю жизнь. Думаю, да, я бы хотела, если честно, да, было бы интересно не просто как участника, вот, да, что-то вот как стажировка именно, вот, да, потому что я вот, я уже как переводчик здесь, я всем помогаю, так я знаю русский, французский, арабский, английский, даже волонтер иногда, Надь, просто приди, помоги. Да, я думаю, почему бы, да, не на что-то вот более серьезное. Мы все знаем, что Россия является, как, один из мировых лидеров здравоохранения, особенно, вот, спутник ВИД, допустим, коронавирус, первая вакцина в мире, и много, как, препаратов, которые у нас где-то в Тунисе. Я думаю, что в сфере здравоохранения можем развивать и можем сделать обмен опытом. Скажите, пожалуйста, вот, если вы приедете к нам еще раз, вот ваш идеальный результат участия, вот самый такой лучший, да, то есть, вот, может быть, любая даже мечта, может быть, встретиться с кем-то, да, какой-то уникальный спикер, прямо с ним поговорить, может быть, там, сертификат, допустим, да, то есть, повышение квалификации, может быть, какое-то яркое впечатление, вот, что для вас было бы таким идеальным результатом вашего участия? Что правда моя мечта, что я, сначала я читаю, что Россия, это моя вторая родина после Туниса, ну, как-то. Просто я хочу, чтобы создали какую-то платформу, которая объединяет русский народ с тунисским народом, типа, вместе какая-то платформа, чтобы больше мы, как сказать, рассказали про Россию и Туниса, и наоборот, чтобы больше участников были из Туниса, из России узнали про Россию. Можно даже как-то семьями, семьями, потому что вот именно к нам приходят даже дети, и подростки, и вот с родителями, им интересно, может, к нам приедут с Россией. Да, да, обмен молодежи, да, да. Не только молодежи, всех. Все, да, да, но обмен там, не знаю, там, опыты и так далее. Ну и, наверное, последний вопрос, да, вот, что бы вы могли пожелать потенциальным участникам, да, ребятам, которые еще не участвовали в программе «Ново поколения», что бы вы могли бы пожелать, стоит ли участвовать в программе? Очень стоит. Зачем самое главное, да, и что они получат как раз, вот, когда они сюда приедут и вернутся обратно? Вот как-то вдохновить их могли бы вы? Научиться говорить на русском. У нас с нами ребята прилетели, они уже фразы говорят, даже не слова, да. Мы в Тунисе, первая страна, наверное, в Африке, в которой русский язык является официальный язык в школах. И над этим можем работать, чтобы во всех регионах Туниса был русский язык, там люди интенсивные, как сказать. Да, потому что сейчас не во всех школах, не во всех лицеях можно выбрать, да. Я когда училась, я не смогла, и мне это прямо вот хотелось, да. Потому что я считаю, что если люди, они учат язык и показывают интересы, для них доступна, она будет простая. И можно будет даже преподавателем из России, чтобы именно вот по-настоящему... Да, потому что барьеры языка, я вижу даже с ребятами, которые с нами, там для них сложно, особенно здесь не очень такие, ну, в других языках нет, в других языках нет, только русский, это очень сложно. Думаю, что самый-самый первый шаг, это, как сказать, ну, преподавать русский язык, да. Больше и больше, да. Потому что пока что только в столице, даже русский дом, получается, только в столице, они хотят в будущем расшириться, ну вот. А по поводу участия в программе «Блоба по карьеру», я думаю, он всегда будет полезен. Просто мы должны тоже, как послы, так и бывшие послы, или как участники сейчас, рассказывать об этой программе. Мы всегда готовы. Да, да. И чтобы, как сказать, увеличить количество людей, участников в этой программе. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за ваш душевный подход, да, за вашу открытость. Вы действительно были такие для нас послы доброй воли, да, в Россию. И мы очень рассчитываем, что вам это поможет в жизни, в вашей профессиональной, в карьерной, вот в любых областях. И дай бог вам здоровья. И мы очень ждем вас в России всегда, да. Спасибо большое. И спасибо вам за это огромное. Спасибо большое. Спасибо большое.